Добрый день. Это программа «Особый случай» и я ее ведущая Наталья Андреасин. Сегодняшняя тема будет очень непростой для обсуждения. Школьница покончила с собой из-за насмешек одноклассников. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги, и потом будем обсуждать. Выпьем за то, чтобы умереть с улыбкой, а наши враги пусть трудают. Если гражданин имеет право на жизнь, он также имеет право выбирать и не жить. Такую запись на своей страничке в социальных сетях оставила за несколько дней до самоубийства шестиклассница Карина Иванова из Новоуральска. На первый взгляд ничего не предвещало трагедии. Девочка из интеллигентной семьи участвовала в школьном конкурсе «Ученик года» и даже победила в номинации «Сильное духом». Она была очень ответственная. Она училась очень хорошо. Она пришла ко мне из начальной школы, то есть в пятый класс, когда я взяла этот класс, классное руководство, она была отличница. В свой последний день Карина собиралась вместе с одноклассниками пойти на каток, но вместо этого забралась на крышу девятиэтажки и прыгнула вниз. При осмотре места происшествия обнаружили портфель девочки и несколько предусмертных записок. Следов борьбы на месте происшествия не обнаружено. Установлено, что погибшая проживала в полной семье, благополучно и хорошо училась в школе. Преподаватели и директор школы в один голос убеждают, что никаких перемен в настроении девочки в последнее время не было. А вот немногочисленные подруги-школьницы говорят, что Карина перед смертью еще больше замкнулась в себе. И на то были веские причины. Я думаю, что причиной самоубийства могли стать издевательства ребят над ее весом. Девочки хотели с ней дружить, потому что она была дружелюбной, а мальчики, кроме одного, постоянно подкалывали. Они это делали на переменах или после школы. Самым серьезным испытанием для затравленной девочки стала поездка в северную столицу на новогодние каникулы. В Санкт-Петербурге во время поездки ее избил одноклассник. Учителя об этом не знают, знают только подруги. В Питер шестой А-класс сопровождала классная руководительница. Но она уверяет, что никаких конфликтов, а тем более драк, не заметила. Мы были на балу в Велагинском дворце, то есть танцевали. Карина танцевала с мальчиками. По крайней мере, я не видела. Общались все ребята ровно. Могу показывать фотографии, они все в одной кучке, все вместе. Детский коллектив, обыкновенный детский коллектив. Грубости, наглости нет и не было, я сразу говорю. Педагог винит себя лишь за то, что вовремя не отследила появившуюся в социальных сетях мрачную запись Карины о суициде, хотя сама зарегистрирована ВКонтакте. Всего у Карины было 40 виртуальных друзей, но никто из них не помог отчаявшейся девочке. Никого не хочет винить в смерти дочери и папа Карины. Нам сказали, что в школе одноклассники оскорбляли, но как-то из-за лишнего ясна. Могу это быть причинами вам изгнать? Да не, хорошо, что-то. Не любите эту шупальню. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Ну а преподаватели Карины стали чаще бывать в социальных сетях. Павел Филиппов, Роман Лелин, Захар Демидов, Комсомольская правда, Екатеринбург. Вот такое ощущение, вроде бы, что у меня в руках игрушка, правда? На самом деле, посмотрите после сюжета, который мы увидели. Кто-то управляет нашими детьми, кто-то, кроме нас, родителей, заставляет их совершать те или другие поступки, дергая за ниточки. Кто дергает за эти ниточки в этих соцсетях, в школе, куда ходят наши дети, на каких-то их личных встречах. Как уследить за этой жизнью, как вовремя вмешаться и помочь. Давайте об этом мы поговорим. Я сразу назову телефон нашей студии, нашего прямого эфира, в который вы можете звонить. 8 800 100, ровно 17 01. И сейчас я хочу представить моих гостей. Анна Портнова, психиатр Института имени Сербского. Здравствуйте. Алена Стерлигова, многодетная мать, жена того самого известного Германа Стерлигова. И Елена Сенаторова, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Добрый день. Добрый день. Значит, давайте мы с вас, пожалуй, и начнем. Спасибо, Наталья. Как и законодатель, и как мать, у вас есть дочь, и как человек, который, между прочим, работал педагогом. А вы работали педагогом в начальной школе. Скажите, пожалуйста, в этом сюжете сказали, что девочку избили во время поездки, но якобы этого никто не видел. Дети видели, но никому ничего не сказали. Я ничего не понимаю в этой ситуации. Вот вы как педагог, вот объясните, как такое могло произойти? Ну, я должна, прежде всего, сказать соболезнования родным и близким. Само слово смерти – это страшное слово, особенно когда оно связано с детьми. И когда дети сами решают о том, жить им дальше или не жить. Конечно, это очень страшно. Но вместе с тем, нам нужно задуматься сегодня, почему это происходит. Почему у нас сегодня Россия вышла на лидирующее место в Европе по детским суицидам. Если я не ошибаюсь, еще в прошлом году вышла. Почему мы не предпринимаем, чтобы остановить вот это явление. И, безусловно, здесь много рассуждений, потому что сегодня над этим задумаются и наше общество, и государство, и депутаты. Думаю, непосредственно после, особенно последнего случая с московским школьником, который пришел и расстрелял совершенно невинных людей. Как это все происходит и почему непосредственно. И я, конечно, имею право высказать свое непосредственное мнение. Хотя уже мои коллеги, комитет по образованию и наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, в общем, работали по этим направлениям непосредственно. И я думаю, что это дальше ляжет в какие-то законодательные русла. Но вместе с тем нужно все предпринимать, чтобы каким-то образом остановить нам сегодня эту беду. Я считаю, что это беда прежде всего. Безусловно, я думаю, что дозвонившаяся до нашей студии Наталья, она тоже с этим согласна. Наталья, вы на связи нас слышите? Да, я слышу вас. Да, мы вас тоже слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Наталья. Ну, у вас идет эфир. У вас говорит кто-то другой. Нет-нет-нет, мы вас слушаем. Ну, если вы меня слушаете, прежде всего мне хотелось бы сказать, что на страничке Кариной я как педагог была. И была до этого случая. И хочу вам сообщить, что такой надписи у Кариной на странице не было. Откуда взята эта надпись, мне неизвестно абсолютно. Вы выключите, пожалуйста, телевизор, потому что вы все время слышите наше эхо. И оно вас отвлекает. Выключите телевизор. Говорите по телефону с нами. Говорю с вами по телефону. Значит, я еще раз утверждаю, я не понимаю, почему в этой передаче делается такой акцент. Я прекрасно знаю Карину. Я знаю педагогов, которые с ней работают. И поэтому вот зачем так подана информация, мне непонятно. Потому что ситуация совершенно иная. Хорошо, расскажите, как это было на самом деле. Мы вас выслушать готовы. А на самом деле у Карины были личностные проблемы. Какие? И педагог о них знала. Проблем много в таком возрасте. Конечно, замечалось, что Карина читает определенные книги. Она очень начитанная девочка была. Очень развитая. Она была первая помощница классного руководителя. Она брала на себя ответственность за других людей. Она была взрослая, не по возрасту. А в чем проблемы были, о которых вы говорите? А проблемы у девочки были, мне кажется, те проблемы, которые всегда есть в этом возрасте. Это взаимоотношения, да. Взаимоотношения между детьми. Половые взаимоотношения, конечно. Согласитесь, у любых детей есть какие-то проблемы. Какие конкретно выделяющие Карину проблемы были у нее? Проблема ее была в том, что она закрывалась внутри. И вот самым главным, что ее беспокоит, она не шла ко взрослым. Вот в чем проблема. Почему мы теряем контакт с детьми в этом возрасте? Скажите, пожалуйста, а в школе есть психолог? Точнее, он есть на самом деле. Она могла к нему прийти в любое время, когда вот ей необходимость была? Наталья, это было отмечено психологом. И состоялся разговор с родителями вот именно по этому явлению, о котором вы говорили у Карины. Лично с Карины нет. Но буквально за месяц до этого родители класса попросили провести с ними беседу о том, как строить взаимоотношения с детьми в этом возрасте, чтобы не терять с ними контакт. И прошла эта беседа? То есть это было такое общешкольное собрание или что это было? Нет, нет, нет. Это была беседа в классе. Было очень много родителей. Они задавали этот вопрос не только психологу школу, но и психологам Центра диагностики и коррекции, которые есть в городе. И которые работают с этим направлением. Понятно. Не так все однозначно, не так все просто, как хочется сейчас это увидеть. Скажите, а вот каким образом, я не знаю, вы, я так понимаю, работали в этой школе, правильно? Вы работаете, вернее, в этой школе, раз вы знаете ситуацию так хорошо. Уважаемый коллега, это первый случай в вашей школе. Скажите, пожалуйста. В помощи, в помощи Карине, да? Или в помощи детям, которые оказались в этой ситуации. И на вопрос Елены, пожалуйста, тоже. Хорошо. Подобную ситуацию мы заметили в сетях у одного из наших учеников. И буквально два месяца назад мы подняли тревогу, когда увидели несколько похожие записи. И с ним работал целенаправленно психолог. И наши психологи готовы с вами сейчас по скайпу вступить в диалог. Ну, все понятно. Случаев не были, просто были замечены такие же дети, и с ними было проработано. Да, и мы работали с этим. Ну, спасибо большое. Спасибо большое за ваш звонок. И останьтесь, пожалуйста, останьтесь, пожалуйста, Наталья, на связи. Останьтесь, пожалуйста. Потому что мы сейчас хотим вывести в эфир, у нас будет на связи директор школы, в которой училась Карина, Наталья Валентиновна Томченко. Наталья Валентиновна, вы нас слышали? Алло, Наталья Валентиновна. Алло. Так, похоже, что у нас пока связь налаживается. Мы, наверное, в студии немножечко пообсуждаем, да, то, что услышали. И, собственно, значит, случаев таких не было, это понятно. И учителя мечутся, пытаясь понять, что же произошло не так. А что произошло не так? Нет ли у вас, у всех ощущения, что ищут виноватых? Да, я только хотела сказать. Виноваты родители, да, получается, или школа, или кто? Понимаете, вот сейчас вот очень хорошо, вы хорошо очень начали сказать, когда начинался тот момент, когда на нашем ребенком начинают дергать за ниточки. Это очень правильная постановка вопроса. И тот, кто виноват. Вот сейчас ищут виновных. Одноклассники, учителя. Но это виноваты родители. Потому что никому не так дорого, как твой ребенок, как только маме и папе. Вот у меня пять детей, я не хочу рисковать ни одним. У нас в большинстве один-два ребенка. И у нас этого маленького ребенка сначала дают в детский сад, потом в школу. У нас все знают, что такое современная школа. Это минное поле для ребенка. Ты пускаешь ребенка и ждешь. Подорвется, покалечится или получит стресс. Самоубийство – это самое страшное, что может с ним случиться. Но это и наркомания, и алкоголизм, и детская проституция, и венерические заболевания, и шоковая терапия, которую дети понимают, если они хотят быть другими. И потом – это потеря личности. Ребенок – это продолжение личности родителей, а не социума. И ко мне приезжает очень много людей в Слободу. Это с лицевым сводом, в женских книгах. Да, вы напомните, где вы живете, кстати говоря. Да, мы в Слободе живем, у нас там происходит раздача лицевого свода. Можайский район? Можайский район, Истринский район. Там осуществился сейчас женский клуб послуженных жен. У меня в неделю проходит больше ста человек женщины. Я общаюсь с этими женщинами. Одни и те же проблемы. Во-первых, проблема со школой. Мою дочку гнобят, над моей девочкой издеваются. Мой мальчик, когда я хочу его наказать, говорит, мама, ты не смеешь, я пойду в ювенальную юстицию, я пожалуюсь к классу руководителю. Родители не авторитет. И они не могут быть авторитетом. Они сами добровольно дали эту школу. И случается парадокс. Когда я вам говорю, а зачем вы тогда дойдете? Образование почти с киноле. Все знают еще советское образование. Когда наши дворщики приезжали в Америку, я была в 90-х годах в Америке, и сдавали на отличные все экзамены. Сейчас образования у нас нет. У нас гуманитарные – это ложь. Ну, это большое предвлечение. Нет, там нет образования. Мы отдаем там за бумажку какую-то. Дети должны вам отсиживать. Но у нас прекрасная страна. Единственная, наверное, страна в мире, в которой разрешено домашнее образование. Заочное, семейное. Но мы все равно, как на заклане, ведем детей туда. И волшебное слово «социум». Дети становятся социальные. Именно про него я хотела у вас спросить. Вот это ошибка. Хорошо. Тогда объясните мне, и очень многим, кто вас тоже не понимает, точно так же. Вот, детки, они у вас учатся дома, на домашнем обучении. Но они же рано или поздно вырастают. Они у меня выросли. Да, они уже выросли. У меня уже внучки. И поэтому, когда мне говорят про то, что дети, которые растут на домашнем образовании, они как-то обделены. Вот как они дальше тогда адаптируются? Прекрасно. Они приходят уже с формировавшимися личностями. Они сидят в миру. Они просто на домашнем образовании, но у них большое общение. Я вам сказала, сколько к нам приезжает людей. Это общение. Мой ребенок уже в 13 лет построил себе дом. Он зарабатывает в неделю 300 тысяч. У него обширный круг работ. У нас почему-то детство – это какая-то виртуальность. Дети сидят за партами и должны 11 лет отсидеть. А взрослая жизнь начнется потом. Но жизнь идет сейчас, в детстве. Беологические часы тикают. У нас сейчас мужчины в 30 лет, благодаря 11 лет школы и 6 лет института, они не могут завести семью. Они несостоятельны. Они еще не определились. Они инфантильны, да. Но, с другой стороны, ребенок 13 лет строящий дом, наверное, это же тоже не показатель детства. Детство, в моем понимании, это коньки, игры, мячики. Дело в том, что Александр Невский в 14 лет уже выиграл сражение. Александр Македонский в 28 замоевал весь мир. А у нас все считается, что это все. Это вот компьютерные игры, да, это детство. Вот они играют в игрушечные стрелялки, смотрят эти видеоигры. Вот потом происходят вот эти сумма убийства, виртуальные знакомства, несчастные семьи. У нас 80% это разводов. Почему? Это закладывается в школе. Потому что в школе идет равноправие. Мальчик, попадая в школу, он опаздывает в развитии. Девочка ему гнобит, потому что она постарше развивается. Учительница в школе. Авторитет уже не отец, а женщина. И мужчина выходит под каблучником. Это редчайшее исключение, которое перебарывает эту практику. От школы я хочу вопрос задать. Далее можно согласиться, что он такая замечательная мама. Но, конечно, много есть вопросов. Кто роль образовательной функции в вашей семье брал на себя? Конечно, отец. Отец. Он у вас разносторонний. Конечно. Но я бы хотела начать вернуться к нашей истории, с которой мы начали. И Анну Портнову я хочу спросить, как психиатра. Все-таки мы начали с истории про девочку, которая все-таки оставила эту запись, потому что ее потом пересылают, друг другу тиражировали. Ну да ладно, это не принципиальный момент. Принципиально то, что она все-таки покончила с собой. Так вот, можно ли каким-то образом уловить в поведении ребенка, что он готовится к этому шагу? И расскажите, пожалуйста, как. Ну, конечно, ну, крайне редко, наверное, единичные случаи, когда это происходит внезапно, импульсивно, без предвестников. Всегда потом ретроспективно начинают анализировать, искать виноватых. Позвольте не согласиться, что здесь нужно винить семью. Вы и школу, в общем-то, обвиняете. Во всяком случае, в этой ситуации это не очень милосердно. Родители так достаточно наказаны. Это ремарк. Я продолжу. Мы хотим спасти других детей, понимаете? Этого уже не спасешь. Поэтому надо говорить правду. Мы пытаемся разобраться, да? У нас могут быть разные точки зрения. Хотя я согласна, основное воспитание, конечно, идет в семье. Школу начинает воспитывать тогда, когда нет школы, улиц, когда нет воспитания в семье. Конечно, семья дает основные моральные, этические навыки. Но у нас уже другие времена, а не времена Александра Невского. Тогда и продолжительной жизни была 25 лет. Тогда средняя. В Флориде сколько жила Сара и Авраам, сколько они жили. Моя бабушка еще умерла в 104 года, а она до 40 лет не доживает. Это вранило. Потому что мы живем меньше. Чтобы меня перебивали в такой некорректной форме. Просто не надо лукавить. Скажите, источник, который показывает, что жили тогда меньше. Я прошу прощения, давайте все-таки о ней дадим договорить. Конечно, есть такие источники. Я профессионал ее не дам. Конечно, была очень высокая смертность от заболеваемости. Если вы почитаете Бальзака, то... Я читала источники, о чем у них художественный вывод. Вы вспомните, у Бальзака старикашка 35 лет. Ну и что? А сейчас, насколько у нас 20-летний, 14-летний, откологический центр больным младенцами. О чем вы говорите? Спасибо. Если все-таки вернуться к вопросу, как уловить тенденцию? Всегда есть какие-то знаки. Ребенок сигнализирует. Дело в том, что суицид это такой пассивный уход пассивный протест против сложившейся конфликтной ситуации. Конфликт может быть внутренним, конфликт может быть внешним. И он, скорее всего, уже долго длится, правильно? Конечно, конечно. И, с одной стороны, хочет покончить с этой ситуацией, с другой стороны, ищет помощи. Когда он не находит помощи нигде, не в семье. Потому что у нас понятие благополучной семьи почему-то соотносится только с социально-экономическим статусом, но не с психологическим. Благополучная семья не там, где родители работают, хорошо зарабатывают, имеют образование, а там, где есть доверительные отношения с ребенком. А тогда я позволю себе сразу такую цифру. Я готовилась к этой передаче, ее вычитала и была тоже поражена. Кончают с собой дети 80% из хороших семей, из благополучных семей. Вот какое понятие вложено в благополучие? Это совершенно очевидно. Это то, где достаток, где ребенка и в секцию, и в музыкальную школу, и бог знает куда еще. Когда воспитание у нас вводится к доставке ребенка в пункт образования. То есть такая транспортировка его. Хорошо сказали. Здесь родители не совсем не виноваты. У нас нет культуры семейного воспитания. Они думают, что хорошо учатся, раз, одет, накормлен. Значит, я свои родительские функции выполняю. Вот что я имею в виду, что нет культуры семейного воспитания. Хотя воспитание – это совместное времяпрепровождение, это беседа доверительная, это не только тырканье ребенка и сделание ему замечаний. Это просто общие интересы. Хотя, может быть, не всем интересны какие-то детские занятия. Но все равно себя надо преодолевать. И так этого нету, да? Мы поняли, что такое благополучная, неблагополучная семья в таком моральном. Ну, это не у всех семьях. Действительно, у большинства это есть. Но вместе с тем, исследуя вот случая суицидов детей, вот что действительно сами проблемы были в семьях, где некогда было родителям заниматься детьми. А им обычно некогда. Да, где они были много времени себе поставлены. И вот именно это доказывает, что именно на этой почве очень много суицидов. И правильно вот сказала коллега, что, в общем, это можно все предотвратить. Так вот, как все-таки? Вот где эти звоночки-то начинаются? Вот, ну, пример, я не знаю, из вашей практики. Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, изменение поведения ребенка. Всегда начинают вспоминать. За месяц-полтора перестал, может быть, общаться, участвовать в каких-то коллективных занятиях. Не отвечал на письма. Вот такие вот социальные... Депрессивное состояние в это время происходит. Сниженный фон настроения, высокая тревога какая-то, беспокойство, снизилась успеваемость. Вот какие-то высказывания такие, записи. Может быть, стал отдавать свои вещи, дарить кому-то. Так, вы говорите, высказывания, записи какие-то. Значит, за этими записями нужно, чтобы взрослые каким-то образом следили. А как? А как? Вконтакте они все зарегистрированы по какими-то никами сумасшедшими. Ты в жизни не опознаешь, кто из них твой ребенок, собственно говоря. Если он с тобой не поделился. А мы говорим о случае, если не делится. Ребенок не поделится, если он курит в школу. Вот мы недавно были в гостях с мужем, и там сидела женщина, которая работает в детской комнате в милиции. С ней рядом сидел сын. Разговаривали про наркотики. И она говорит, во всех школах есть, вот там, где мой сын, наркотиков нет. Я сама курирую эту школу, у меня доверительные отношения с сыном. Все нормально. И рядом сидел ее сын, и Герман сказал, спросите у своего мальчика, а есть ли у него в школе наркотики. Мальчик засмущался, извинительно посмотрел на свою маму, как бы извиняя за нее, сказал, мам, ну зайди в наш туалет. Вот, а почему ты мне не это сказал? Потому что ребенок знает, что можно говорить, что нельзя говорить. Этого может быть много, быть причин много. Это может быть стыдно, это просто считается, что это не надо говорить. Или это предательство. Это все ерунда. Когда ты отдаешь своего ребенка в коллектив, этот коллектив начинает, и он еще не имеет стержня, он еще очень маленький, этот коллектив начинает его формировать. И отслеживать, где, кто ему что сказал, это практически невозможно. Как говорят, скажи мне, кто мой друг. Всегда выбирали друзей своим детям. Всегда выбивали книгу, которую читает ребенок. Вот сейчас там прозвучало, что девочка была очень начитана. Что она читала? Что вошло в ее маленький, еще не сформовавшийся мозг? У нас, когда девочка попадает в класс, уже сформировано, что девочка должна быть очень худенькая, потому что это тоже навязано обществом. И это тоже обман. Потому что девчонки, которые рождены по природе своей полненькие, они себя начинают чувствовать дискомфортно. Они не могут с собой справиться. Они не могут влезть в 42-й размер. И это ерунда. Потому что мужчины все тоже разные. Кому-то нравятся худые, а кому-то нравятся полные. И в этом возрасте девочка еще что-то не понимает. И девочка ломается. Школа по-любому покалечит. Потому что она покалечит внутренне. Это нужно быть очень большим стойком. Зачем рисковать своими детям? Или покалечит, или заставит все-таки выработать какую-то... Я бы не стала раздеваться со своим ребенком. Я бы не стала так демонизировать школу. Я хотела только напомнить телефон нашей студии. Звоните, пожалуйста, участвуйте в дискуссии. 8 800 100 ровно 17 01. 8 800 100 ровно 17 01. Вопрос у меня к телезрителям один. Как предотвратить подобное? Как спасти наших детей? Как их вовремя услышать? Возвращаемся в студию. И какая роль у школы? Конечно, как я уже сказала раньше, это не воспитание. Но это привитие социальных навыков. Потому что дети, выросшие в отшельнических семьях, они, к сожалению, становятся беззащитными перед стрессами, с которыми потом им во взрослой жизни придется столкнуться. Они не знают, как разрешать конфликты со своими сверстниками. Они не знают, как реагировать на обиду, несправедливость. И, к сожалению, они... Извините, я переведу, потому что у меня дети, как бы считается, они загорожены от этого мира, но они мне не дебилы. Они совершенно могут постоять за собой. Они совершенно знают, что такое обида. И они больше знают про социум, чем знают эти дети. Когда вы детей, которые к социуму... Простите, Алёна. И они говорят, ну, он в хорошем характере. И ребенок в этом возрасте, у него тоже начинаются меняться ориентиры. Вот когда к нам приезжают люди, обсуждаются все темы. И мои дети это слышат. И они слышат резко отрицательные отношения к наркомании, к извращению. И у них понимают, что эти люди презираемы. А в социуме, в школе... Я более чем уверена, что в тех семьях, которые... Любой семье будут отрицательно относиться к наркомании. И это не значит, что... Но мы их не соприкасаем с пороком. Когда вот в этих семьях говорят дома, что это плохо, и пускают их в школу, где они видят, что это не совсем плохо. Где все это рядом, где все это можно попробовать. И пока ребенок не устоялся, ему не надо соприкасаться с пороком. Про него нужно знать, но его не надо пробовать. Это была теория Жан-Джака Руссо вводить. Да, и вы ее конфликции в школе реализовали. Происходит именно так. По сравнению с тем, что мы с вами учили, мы с вами видим, как она деградирует. Игорь, Игорь, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Я хотел обратиться непосредственно к Алене, поблагодарить ее за активное участие в выздоровлении нашего общества. И сказать, что я воспринимаю семью Стерликову без лишней, как говорится, лести, как эталон нравственного совершенного воспитания. И здравомыслие, прежде всего. Поэтому я как раз бы хотел попросить у Алена возможность каким-либо образом держать контактную связь взаимобратно, если это будет позволительно. Для того, чтобы обменяться опытом и в какой-то степени поддерживать и пропагандировать их линию на развитие нашего общества, в том числе воспитание молодежи. Договорились, вы оставьте свой телефон нашим режиссерам, мы обязательно его передадим Алене Стерликову. Это очень просто. Каждую субботу можно приехать. Каждую субботу можно приехать открыто. После 12 часов у нас открытый день. Приезжают все люди, меняются и опытом, и знанием. И показываем, как растут дети, как они умеют. Когда нам говорят... Вы знаете, что еще? Докуда доехать? Это истинский район. Блок Германа Стерликова, и там карта подробная. Это все бесплатно? Это бесплатно. И вот я что еще хотела сказать про этот социум и мегаполис. Потому что нас еще раз обманывают детей. Почему они? Они обманутые, поэтому они вот так идут то в наркотики, кто в алкоголизм, кто кончает жизнь самоубийством. Потому что у нас все сконцентрировано в городах. И говорят, что город это большое преимущество для детей развить себя. Это ложь. Потому что город дает только очень маленький спектр профессий. Это писатели, артисты, юристы, менеджеры, охранники. Они не могут попробовать себя в других сферах. Они это не знают. Они не могут понять, что когда институт заканчивают, тот они институт выбрали или нет. Когда, как у меня дети, растут на земле, он может быть печником, кузнецом. Вот у меня сейчас старший сын, он хлебом занимается. Совершенно верно, но вы перечисляете сейчас профессии, которые связаны с сельским хозяйством. Разно, но они в то же время могут быть и юристами. То есть выбор-то у них больше. Они могут быть теми, кто предлагает город, и еще больше тем, которые дают сельский хозяйство. Елена, я считаю, что нужно начинать защищать школу. Нет, потому что мне жалко детей в Бегаполисе. И какое-то обобщение опыта должно состояться. Среди детьми мне, что в жизни хоть одно самоубийство. Нельзя перечеркнуть оборудовательное учреждение. Нельзя перечеркнуть. Совершенно потому, что жить в обществе и быть независимо от общества сегодня совершенно нельзя. Но Алёна очень сильно личность. Не все могут уйти. Общество должно меняться под личностью, а не наши дети перерабатывают с этим социумом, которые всем не нравятся. Именно готовят и общество, и готовят по образовательному уровню сегодня непосредственно детей. У нас довольно-таки все семьи готовы сегодня к такому, как вы, участи. У нас очень большое желание. У меня вопрос к вам, как к законодателю. Значит, чтобы таких вещей не случалось, мы не можем сказать, что сегодня мы решили, и больше такого не будет никогда. Но мы должны стремиться, как взрослые, все это минимизировать. Вот что вы, как законодатель, считаете необходимо предпринять? Я не знаю, психологов всех на перетестацию послать, потому что они сидят и бог знает, чем занимаются. Раз вариант. Второй вариант. Это больше всего. Психологи школьные, они же нацелены на учебный процесс. У школы еще нет психологов. Вот, еще и там. Еще и нет психологов. Мы на этом сегодня работаем, что они нужны, что они должны наблюдать за детьми в школах, потому что там предполагается тоже воспитание наших детей. И прежде всего предупреждать сегодня о тех случаях негативных, о которых мы услышали, что происходило у девочки с родителем. У меня вопрос. Как психолог будет предупреждать, если у него вся работа настроена на то, чтобы улучшить процесс образовательный? Он не смотрит на ребенка как на личность. Это общеизвестный факт. Как это поменять? Действительно, настоящий психолог не будет думать, как улучшить процесс, а думать о том, как помочь сегодня семье и помочь непосредственно личности. Это прелесть его. Я встречала много таких психологов. Но согласитесь, и об этом говорят сегодня школы, что много случаев происходит по вине родителей. И вот там тоже нужно работать, и тоже можно работать по всяким направлениям. Я вот с коллегой говорила до этого, что, в общем, нам нужно родителям побольше знать, вот как мама, она знает все о своих детях, личности, как развивается. Обращаться вот к тем, кто им может писать вот эти законы, так есть очень хороший выход, к которому они могут выходить, как женщина, вот если вы имеете там доступ в правительстве, подавать свои эти сообщения. Потому что, я еще раз сказала, там приезжает много людей. Громадное количество людей хотят выехать и жить, как мы. И если бы государство дало им бесплатные земли, дало бы им бесплатные материалы, они бы рожали детей, воспитывали бы их сами, им не нужны были бы психологи, это бы возрождалось новое здоровое поколение. Вот это может сделать государство. И чем быстрее это будет, тем меньше будет самоубийств. И чем больше будет у нас в материнстве опять подниматься материнский институт. Кем работают ваши старшие дети, которые у вас... Моя мама, старшая дочь моей 23 года, она мамой работает, у нее двое детей, погодки, две девочки. Старший сын Арсений, он сейчас занимается большим проектом УМУ, 17 лет, он строит громадное здание, в котором будет создаваться учебник истории от 16 века до современности. Средний сын... Простите, где он строит? Он строит у нас в Слободе. Минципографию строит? Нет, это дом, где будут собираться люди, которые знают историю от начала до конца 16 века на основе летописанного свода, которые будут обсуждать историки разные. Я, собственно, хотела узнать, где это происходит. Все-таки это происходит у вас в Слободе. То есть они не уезжают в социум, по большому счету. Они не хотят уезжать, потому что им там интересно. Когда нам говорят, что ребенок должен отколоться и куда-то уехать, значит ему скучно, ему негде развиться здесь. Поэтому это дом, который они построили, это для них якорь, они сами построили. У меня средний сын, я уже обмолилась, зарабатывает 300 тысяч в неделю, ему 13 лет. Ему интересно этим занимается. Он занимается не ради денег. Он занимается ради того, что ему есть куда приложить свои силы. То есть ребенок понимает, что у него жизнь реально. Он уже начинает становиться на ноги. А у нас, говорю еще раз повторю, до 30 лет мужчина не становится еще на ноги. И женщина не может правильно выбрать себе мужчину, потому что ориентиры, как маячки у пчел, сбиты в школах. А у нас на связи Лариса. Лариса, добрый день, мы вас слушаем. К сожалению, не дождалась Лариса. Но вы... Алло? Алло? Показалось, что кто-то на связи. Я напомню, телефон 8 800 100 ровно 17 01. 8 800 100 ровно 17 01. Дозванивайтесь и рассказывайте о том, что вы думаете, как спасти наших детей и как, собственно, их уберечь от таких шагов, которые, бывает, не исправить на самом деле. А вот, Ань, к вам вопрос у меня опять-таки. У нас в откликах на сайте kb.ru многие пишут, что что за поколение пошло такое. Вот советские времена, точно так же в школе. И гнобили, и смеялись, и кто-то вспоминает девочек, которых постригли после лишая, они пришли лысенькими в класс. Ну и что? Ну и посмеялись, но никто не доводил других до самоубийства. То ли поколение стало менее крепшим, то ли давление на них больше. Что происходит? И действительно, я вспоминаю свою школу, и там тоже были достаточно жесткие отношения, мягко говоря. Но суициды были всегда, конечно, не в таком количестве, как сейчас. И нужно помнить, что Россия выходит на первое место традиционно из года в год деля первое и второе место с другими странами. Не только в отношении детских суицидов. У нас и по взрослым суицидам Россия лидирует, к сожалению, возглавляет этот печальный список. И сейчас, конечно, совершенно другое время. И вот то, с чем, наверное, борется Алена, это с огромной информационной нагрузкой огромной на детей. Они получают гигантское количество информации, информация разноплановая, они не могут ее правильно структурировать, принять. Что-то они принимают эмоционально, что-то интеллектуально. И я думаю, что вот это дополнительный такой социальный стрессор, который и способствует. Тем более и средства массовой информации, часто романтизируя случаи суицида, преподнося, как это вот, вот, красиво похоронили. Но уж не на рабовую жилетту же вы намекаете, я надеюсь. Нет, я намекаю на случай, который происходил год назад, когда две девочки покончили с собой, как это прям преподносили средства массовой информации. И, ну, просто очень красиво, романтично эта история. Хотя надо было, конечно, показывать, насколько это ужасно. Как это ужасно, смерть. Романтизация смерти. А на самом деле мы поговорим об этом чуть-чуть позже. А у нас сейчас на связи психолог, той самой школы, в которой училась Карина. Офелия Карапековна, вы нас слышите? Да-да-да, я слышу. Связь удалось настроить, слава богу, спасибо большое, что решили с нами поговорить. Я хочу вас спросить, вот вы лично общались с Кариной, вы чувствовали, что у нее что-то, что-то не то в душе у человека, каким-то образом пытались воздействовать? Ну, дело в том, что я в школе не только психолог, но и учитель общего знания. Поэтому с Кариной мы, конечно же, непосредственно общались, как на уроках, так и вне уроков. И что вы чувствуете? Она вот на что-то жаловалась, она рассказывала о своих каких-то переживаниях. Что там за... Почему над ней так издевались? Почему именно над ней, не над кем-то еще? Расскажите, с чем была проблема-то у девочки? Вы знаете, это неправильно говорить о том, что над девочкой издевались, потому что в школе девочку никто не оскорблял, не унижал. Девочка была успешная. Девочка занималась в библиотеке, читала. Она была победительницей конкурсов различных, в том числе и ученик года. И внешность никаких проявлений о том, что девочке было очень некомфортно и плохо в школе не было. А что была за история тогда в Питере, когда ее избили, об этом знали одноклассники, но не знали учителя? Что одноклассники об этом рассказывали? По крайней мере, нам они об этом сказали. У меня такой информации нет. Понятно. А каким-то образом вы работали с учениками после этого случая, когда Карина все-таки покончила с собой? Наверняка нужна какая-то профилактика. Да, вы заключения какие-то сделали. Дальше нужно отталкиваться от этой работы. Наша первая задача была не вызвать волну, которая повлекла бы вот эта ситуация, повлекла бы за собой. Детям нужно было объяснить, что это большая беда, что это трагедия для семьи, для школы в первую очередь. И, конечно же, помочь им справиться с этой ситуацией и не вызвать на них в первую очередь чувство вины. Понятно. Были проведены тренинги, была очень большая работа проведена с психологической службой. В нашем городе, прошу прощения, есть центр диагностики и коррекции, который нам оказал сразу помощь в этой ситуации. И мы работали с детьми, и не только с детьми, но и с психологами. Ну, дай бог, дай бог, чтобы все это было абсолютно категорически в последний раз. Нам не приходилось возвращаться к этому. Будьте внимательны с вашими детьми. Я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо большое, что были с нами на связи. А мы вот только что в студии упомянули, вы, Анна, упомянули о том, что романтизация смерти, да, некое существует. Знаете, я тут статистику подготовила. И вот видите, что женщина-психолог, извините, по этой теме романтизации, она же должна понимать, как психологические слова действуют. Она сказала, мы объяснили ученикам, что это большая трагедия для родителей школы. То есть это как будто слова должны остановить, школьников не делать. Но именно дети, когда совершают эти сунуциды, очень часто причина сделать больно, отомстить родителям. И это не предупреждает. Вот я, когда ехала на эту передачу, у меня дети спросили, мам, а какая тема? Я сказала, если бы вы, мои дети, вы верующие, сделали бы то же самое, мы бы отнеслись, как вас выбросили, как собаку, потому что вы сделали выпад против Бога. Потому что сумму убийц никогда не хранили. По вам никто не будет плакать. Вы будете прокляты. И моим детям в голову не придет, даст Бог это сделать. Потому что они понимают, что они не сделают ни подвига, они не заслуживают ни сострадания, они не вызовут у нас боль, они вызовут презрение. Надо говорить все точно детям, как что есть, для этого нужно так же глубоко растить детей. Веря, как это делаете вы, я думаю, что в случае, который я сейчас кратко перечислю, ничего подобного не было. Вот вам статистика только за последнее время. Владимир, город Владимир. Семиклассница покончила с собой из-за развода родителей. Новосибирск. 15-летняя отличница девочка выпрыгнула с 15 этажа, прочитав некую тетрадь смерти, книжка комиксов. От одного названия дурно становится. Екатеринбург. Восьмиклассница покончила с собой из отключенного интернета. Ей запретили пользоваться интернетом, чтобы она физику лучше подучила. И она покончила с собой. В данном случае она не собиралась, на самом деле, уходить на тот свет. Она надеялась, что ее откачают. Она так бабушке и сказала, когда сказала, что выпила кучу таблеток. Но ее не откачали. Таблетки были от сердца. Преамури 14-летний школик повесился после запрета, после того, как ему запретили подходить к компьютеру. И далее, и далее, и далее. А вот вам пример в тему ароматизации смерти. И тот самый пример, по которому вы вспоминали. Девочки из Новосибирска, взявшиеся за руки, и 1-14, 2-17 лет, зашли на крышу 16-этажки и скинулись вниз. Никакой видимой причины не было. В записке, которую они оставили, они написали, жить надоело, и так уже достаточно пожили. Да, действительно. Я полазила по сайтам, которые предлагают нашим детям. Сайт там «Зал самоубийц», «Музыка для самоубийства», и бог знает, что еще, и чем они там занимаются. Вы знаете, сайт, например, один из них создан в 2011 году. На нем были зарегистрированы вот эти вот девочки. Сайт существует, никто за этим не следит, не выбирает. Покинайте сайты, родители же. У нас уже 2 года работает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И вместе с тем работает Роскомнадзор над сайтом, и суицид признан негативной формой явления, и закрываются сайты, и есть цифры определенные, что над этим непосредственно работают. Вы привели другие примеры и говорите о том, что таких проблем нет. Но все-таки склонные, и профессионалы, и психологи считают, что все-таки вот суицид детский, это все-таки крик о помощи детям. И вот хорошо, что у нас есть такая мама, которая следит за своим ребенком, как он спит, как он ест, как он ложится. Я, поверьте себе, много встречала таких мам. Она засыпая проверяет ручки, не принимала ли он какие-то наркотические явления. Но, к сожалению, ведь у нас большинство семей не таких у нас. Они заняты, им некогда. И свою воспитательную функцию перекладывают именно на школу, да, в школе есть тоже, они должны заниматься воспитанием и обучением наших детей. Но насколько они подходят сегодня грамотно к этим вопросам, я давно, я легко не соглашусь, вот немножко с психологом, что она говорит, проблемы не было. И я думаю, там нужно больше работать в школе, потому что примером послужила девочка, которая отлично училась, которая была, значит, у нас человеком года, как они сказали. И это как бы пример, собственно говоря. Но мне кажется, все-таки, что еще нужно очень осторожно на СМИ работать вот с этими примерами, потому что зачастую для детей это является как бы наглядно. В первую очередь, такие передачи, как наша сегодняшняя передача, это не для детей, это для взрослых, я хочу подчеркнуть, товарищи родители, это передача для вас. А сейчас у нас на связи Сергей Казановский, заслуженный учитель Российской Федерации, директор школы, класс-центр. Алло, вы нас слышите? Да, 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 добрый день. Здравствуйте еще раз. Я хочу вас спросить, как человека с огромным опытом общения с детьми. Во-первых, что с детьми происходит, во-вторых, как с этим бороться? Ну, вы сказали очень важное слово с большим, огромным опытом общения с детьми. Вот это слово ключевое, общение, это то, чего сегодня вообще-то, по большому счету, на что не хватает времени. Я хочу сказать, что вообще профессия учителя, она определяется очень просто. Это человек, который решил потратить время в своей жизни на разговоры с детьми. Математикой, не математикой, чем угодно. Это такое предназначение, которое для себя сам выбрал. Это, вообще-то говоря, может не иметь никакого отношения ни к деньгам, ни к чему. Так вот этого самого главного времени сейчас нет. То бесконечное реформирование образования, которое происходит абсолютно без всякого регламента, в невероятном объеме и так далее, то бесконечное количество поручений, которые вынуждены выполнять не всегда учителя, но все равно они становятся конечной точкой этих поручений, вообще-то лишило их уже возможности нормально разговаривать с детьми, о самых важных вещах, которыми должно заниматься образование. Не о ЕГЭ, не об олимпиадах, а о том другом, в чем вообще-то состоит образование. Вот, пожалуй, это ключевая вещь, что касается в том, что происходит с детьми. То есть, конечно, есть замечательные психологи, где-то лучше, где-то хуже, конечно, есть учителя, конечно, директора, которые готовы этим заниматься и должны бы были, но я говорю как о своей ощущении своей вины в этих ситуациях. Потому что сейчас касается не только суицита, мы про это говорим последние уже, ну, не знаю, много лет, я в каких-то передачах не участвовал, мы знаем, что детский суицид, мы на одном из первых мест меди, и понятно, есть эти идиотские сайты, которые мы там ставим фильтром, не фильтром, они все равно пролезают, и вы точно сейчас сказали, что все равно это некий сигнал что кому-то плохо, а вот про это плохо говорить практически нет времени. Я могу сказать, что мне кажется, что когда после этого стрельбы в школе вдруг сделали акцент на том, что надо проверить безопасность и так далее, я думаю, что это не то, что это неправильно, не точно, она должна быть и так далее, но именно безопасность в том виде, как ее понимают, она-то как раз и сработала, там и кнопки, и люди сыграли, точка, другого нет и так далее, это первое. Сергей, спасибо большое, к сожалению, наша передача заканчивается, я думаю, самое главное, услышали в том, что вы хотели донести до нас и слушателей, и зрителей, это то, что нужно находить время для общения, я прошу наших гостей буквально вот очень-очень коротко подытожить эту программу, пожелать что-то родителям, Алена. Правильно было сказано про общение, потому что, мне еще раньше сказали, когда, самое главное, разговаривать с детьми все время и много, тогда на старости они будут разговаривать с тобой, у вас будет общая тема, общение важно, но общение важно, чтобы это было общение родителей, какой бы ни был Сергей прекрасный человек, это его мировоззрение, его общение, это ваши дети, вы должны с ними общаться, и чтобы этого не было, нужно просыпаться материнскому и отцовскому инстинкту. То есть учитель не должен на себя эту функцию перезапирать, Учитель должен преподавать предмет, авторитет должен быть у родителей, общение должно быть у родителей, запрещать, что можно смотреть, читать, Должны быть только родители Конечно, дети вырастают И с ними нужно в каждом возрасте По-разному общаться Если вы не знаете как, то, наверное, надо посоветоваться Со специалистами Почему отрываются дети в подростковом возрасте? Потому что родители с ними продолжают общаться Как будто им 5-7 лет Их контролируют, да Хотя нужно уже на другой уровень переходить Мы вас в ответе за тех, кого приручили Безусловно, спасибо большое всем участникам Дискуссии Я хотела напомнить В Москве есть такой памятник работы Михаила Шемякина Дети Результаты порока взрослых И среди них самое ключевое место занимает Статуя равнодушия Недаром Поэтому я вас очень прошу Не будьте равнодушными по отношению к своим детям Будьте к ним внимательными Любите их, скажите вовремя, что они вам нужны